в прошлый раз мы с вами доказали теорему теорему о том что корреляция квадрата линейного процесса выражается через квадрат корреляции самого процесса по формуле значит ρs от tau корреляция квадрата линейного процесса равно 2 на k минус 1 ρx от tau в квадрате плюс k минус 3 делить на k минус 1 от а ну где s это центральный квадрат линейного процесса xt линейный процесс имеющий разложение по белому шуму в узком смысле с коэффициентами некоторыми дельта ну а а tau это некое выражение которое зависит от этих коэффициентов значит следствие если у т это гауссовский белый шум то есть не просто белый шуму в узком смысле а имеющий гауссовское распределение то ρs от tau равняется ρx от tau в квадрате то есть для гаусса если белый шум гауссовский то квадрат корреляции квадрата линейного процесса равны квадрату корреляции самого процесса ну доказательство очень простое поскольку если процесс белого шума гауссовский то и сам x от t будет гауссовским ну естественно его xc равен 3 ну и следовательно второе слагаемое превращается в ноль а вот этот коэффициент превращается в единицу если у т нормально распределенный там с чем-то с какими-то параметрами то xt тоже нормально распределено с соответствующими параметрами следовательно к равно 3 ну и следовательно у нас 2 поделить на к минус 1 равно единице а к минус 3 хорошо давайте рассмотрим случай процесса линейного процесса гауссовского с гауссовским белым шумом пусть xt это линейный процесс с гауссовским белым шумом тогда из получаем и вот из того что мы увидели вы видели получаем что сумма по tau от единицы до 30 rho s от tau равно сумма по tau от единицы до 30 rho x от tau в квадрате но статистика процессов доходности процессов доходности противоречит этому следовательно то есть для процессов доходности мы приводили значение там с сумма для процессов доходности сумма таких корреляций от единицы до 30 где-то меньше 0,3 0,33 да неважно а сумма rho s от tau равно ну где-то там 0,48 4,91 для акций 1,42 6,26 для других ценных бумаг ну то есть разные цифры получаются разные и отсюда видно что процессы доходности не могут быть смоделированы с помощью линейных процессов основанных на гауссовском белом шуме что уже плохо потому что мы конечно надеемся не просто на белый шум в узком смысле но на гауссовский белый шум надеемся но эта надежда не оправдалась тем не менее все таки может быть их можно смоделировать с помощью линейного процесса основанного на белом шуме в узком смысле но не гауссовском но и это не получается давайте все запишем следовательно процессы доходности не могут быть смоделированы с помощью линейного процесса и с помощью класса класса линейных процессов с гауссовским белым шумом не могут быть значит покажем что они вообще не могут быть смоделированы с помощью линейных процессов они на для Продолжение следует... Для этого докажем следующую лему. Следующую лему 4. Мы уже 3 доказали, вот еще одну. Значит, коэффициенты АТАУ равные, которые у нас там выше были, равные дроби в числителе сумма дельта ИТА в квадрате дельта И плюс ТАУ в квадрате в знаменателе сумма дельта ИТА в четвертой степени. Удовлетворяет неравенство. Удовлетворяет такие неравенства. Во-первых, АТАУ больше любого нуля для любого ТАУ большего нуля. Во-вторых, сумма по ТАУ от единицы до бесконечности АТАУ не превосходит ТЭТА поделить на единицы минус ТЭТА в квадрате. Где ТЭТА равно дроби в числителе дисперсия ИКСТ минус дисперсия УТ поделить на дисперсии ИКСТ. Но дисперсия УТ у нас равна единице, то есть это равняется единице минус единице на дисперсии ИКСТ, то есть это единица минус единица на сумму дельта ИТА в квадрате. Здесь вот это вот равно единице. Доказательства. Покажем это. Ну, значит, что мы имеем? Вот это выражение давайте посмотрим. Просуммируем по ТАУ. Ну, то, что АТАУ больше любого нуля, это очевидно, да? Потому что здесь одни квадраты стоят, числительные, отрицательные, замятные, отрицательные, четные степени. Это очевидно. Значит, давайте просуммируем. Сумма по ТАУ от единицы до бесконечности сумма по И от нуля до бесконечности дельта ИТ в квадрате дельта И плюс ТАУ в квадрате равняется. Давайте запишем. Равняется. Это, если поставить двойку, это было бы удвоенное приседение, поэтому можно написать это так. Одна вторая на сумму дельта ИТА в квадрате и все это в квадрате минус сумма дельта ИТА в четвертой степени. Ну, потому что, когда мы вот это возведем в квадрат, у нас будет четвертая степень, которую мы здесь сократим, и удвоенное приседение всяческие. Для И не равных Ж. Ну, когда И не равно Ж, то у нас получится два разных индекса. Любые два разных индекса, они на какой-то величину отличаются. Давайте эту величину обозначим через ТАУ. Эта разница может быть от единицы до бесконечности. Вот мы и суммируем по разнице между индексами от единицы до бесконечности. И здесь два разных индекса стоит. Просто обозначая разницу между разными индексами через ТАУ. Получаем такое выражение. А сюда следует, что сумма у ТАУ от единицы до бесконечности, а ТАУ, это не что иное, как одна вторая, и дробь, значит, сумма дельта Итых в квадрате, и все это в квадрате, минус сумма дельта Итых в четвертой степени, поделить на сумму дельта Итых в четвертой степени. Значит, кроме того, что мы имеем? Сумма дельта Итых в квадрате, это единица и дельта Итых в четвертой степени, да, вот, единица минус дельта. Сумма дельта Итых в четвертой степени, это больше, ну, единицы, так как дельта Ноль равно единице. Мы с самого начала это предполагали, это вопрос масштаба, я еще раз повторяю. Значит, отсюда, нет четвертой степени, отсюда сумма по Тау от единицы до бесконечности АТау не превосходит одной второй единицы, дельта Итых в четвертой степени, отсюда и все это в квадрате, минус единицы. То есть это не превосходит тета поделить на единицу минус тета в квадрате. Ну, значит, что мы здесь делали? Вот, написали вот эту сумму, вот здесь вот подставили вот это сюда, получили, ну, там, разделили на дельта в четвертой степени, вот эту дробь, опозначили, она единственная единица минус тета, мы получили вот такое выражение. Ну, и учли, что у нас вот эта вот большая броня единицы, да? Мы ее заменили на единицу, а она большая броня единицы, поэтому вместо равенства получили неравенство. Неравенство. Вот. Ну, и таким образом у нас лемма доказана. Дальше еще одна лемма нам же будет нужна. Лемма 5. При К, больше или равен 3, то есть, если у процесса тяжелые хвосты, а мы знаем, что у процесса доходности тяжелые хвосты, справедливая оценка? Справедливая оценка. 0. Меньше ли в равно суммы по Тау от единицы до Н большого, для любого Н большого это будет верно, большего нуля, ρ С от Тау не превосходит максимума между суммой по Тау от единицы до Н большого ρ Х от Тау в квадрате и второе, что участвует в максимуме единицы делить единица минус Та и все это в квадрате. Это оценка верна для любого Н большого большего нуля. Значит, по теореме, которую мы доказали, мы получаем ρ С от Тау равно 2 поделить на К большое минус 1 ρ Х от Тау в квадрате плюс дробь в числителе К минус 3 в знаменателе К минус 1 и умножить на АТау. Это снижение, утверждение теоремы. Теорема в автокорреляциях линейного процесса. По лиме 4 мы имеем, что сумма АТау при Тау по Тау от единицы до бесконечности не превосходит тета поделить на единицу минус тета в квадрате. и АТау больше лебра 0. Следовательно, ρ С от Тау больше лебра 0 для любого Тау больше лебра 1, так как у нас К больше лебра 0 3. К в уфер на 3 это положительно. Ну, у нас неотрицательно. Здесь у нас тоже все неотрицательно, поэтому здесь только Тау я, наверное, криво написал. Тау так. Поэтому и левая часть неотрицательна. Неотрицательно. значит, имеем сумма по Тау от единицы на n ρ S от Тау равно 2 ну, я напишу так альфа альфа на сумму по Тау от единицы до n ρ x квадрат от Тау плюс бета на сумму по Тау от единицы до n от Тау где альфа равно 2 поделить на k большое минус 1 больше нуля бета равно k минус 3 поделить на k минус 1 больше нуля и альфа плюс бета равно единице. Складываем и получим единицу. Следовательно следовательно у нас вот вот эта левая часть является выпуклой линейной комбинацией вот этой суммы и этой суммы. Если у нас есть выражение С равно альфа А плюс бета Б где альфа больше нуля бета больше нуля альфа плюс бета равно единице. отсюда следует что С принадлежит там АВ отрезку или БА потому что мы не знаем что больше да но в любом случае С вот если у нас есть какой-то отрезок АВ или БА то С должно лежать между ними это б поклонение комбинации то есть другими словами С больше максимума между А и Б и меньше больше минимума между А и Б и меньше максимума между А и Б вот давайте запишем что вот это вот меньше максимума значит сумма по Тау от единицы до Н РО С от Тау не превосходит максимума из суммы по РО Х в квадрате от Тау и сумма по Тау от единицы до Н и здесь по Тау от единицы до Н и сумма от Тау но эта сумма вот эта сумма она не превосходит как мы знаем как мы знаем не превосходит Та делить на единицу минус Та в квадрате этого уже знаем вот эта сумма следовательно сумма по Тау от единицы до Н РО С от Тау не превосходит максимума от суммы по Тау от единицы до Н РО Х в квадрате от Тау и здесь стоит Тау единицы минус Тау в квадрате ну то есть у нас лемна доказана хорошо ну то есть вот это хорошо Ну, почему вот это происходит? За счет того, что АТАУ у нас все не отрезательные, поэтому частичная сумма не превосходит полную сумму. Так как, я здесь не могу написать, так как АТАУ больше 2 нуля для любого ТАУ. Больше и равна единице. Вот. А сумма АТАУ, вот сумма до бесконечности не превосходит. Ну и сумма АТАУ от единицы до бесконечности не превосходит. Тэта поделить на единица минус тэта квадрате. Хорошо. Левый 5 у нас доказано. Теперь давайте обратимся к процессам доходности. Для процессов доходности. Статистика процессов доходности. Что нам показывает? Что она нам показывает? Во-первых, она показывает нам, что К больше 3. Мы знаем, что у процессов доходности тяжелые хвосты. Кроме того, есть оценки величины тэта. Такие оценки. Я их раньше не приводил. Сейчас приведу. Они раньше были не нужны. Тэта у нас небольшое. Порядка 0,05. Кроме того, модуль РОХ от единицы не превосходит 0,15. Это все статистические оценки, полученные при анализе процессов доходности. Модуль РОТАУ от х не превосходит 0,1 для любого ТАУ большего единицы. Вот. Значит, если бы процессы доходности был линейным или какой-то ценной бумаги, то отсюда следовало бы что РОС от единицы не превосходит 0,06 и сумма РОС от ТАУ при ТАУ от единицы до 30 не превосходит 0,33. Но это противоречит статистике процессов доходности. То есть что получается? Если бы процесс был линейным, то из-за того, что его корреляции малы, а у процессов доходности маленькие корреляции, его корреляции малы, следовало бы, что и для квадрата этого процесса корреляции были бы малы. Однако процессы доходности таковы, что их корреляции малы, а корреляции их квадратов достаточно велики. И вот такого для линейных процессов быть не может. Что следует из доказанных нами теоремы Лем. И возникает разрыв между, то есть линейный процесс не допускает такого разрыва между корреляциями самого процесса и корреляциями его квадрата, который проявляется для процессов доходности. Поэтому процессы доходности не могут быть линейными. Они сами слабо коррелированы, а их квадраты достаточно сильно коррелированы. Линейные процессы так вести себя не могут. Таким образом, мы показали, что процессы доходности не являются линейными. С гаузовским белым шоумом или нет с гаузовским, все равно они не могут быть смоделированы с помощью линейных процессов. Вот это вот очень важный вывод, который мы с вами получили. Они не являются линейными. Ну и таким образом мы попадаем в ситуацию, когда мы не можем эффективно применять классическую теорию прогнозирования процесса Арма, потому что, еще раз возвращаясь к тому, с чего я начинал, что я говорил на прошлой лекции, что процессы Арма, они они дают, если УТ это белый шум в широком смысле, то они дают все множество стационарных в широком смысле процессов, никак не сужая это множество. А если УТ белый шум в широком смысле, да, тогда то они дают линейные процессы. Линейные процессы. Поэтому, если у нас процессы доходности, вот XT процесс доходности, сюда он попасть не может. Сюда он попасть не может, он не является линейным. Значит, он попадает куда-то сюда. То есть, он попадает в ситуацию, когда у нас белый шум в широком смысле. И таким образом мы получаем, что наша модель Арма, она никак не ограничивает множество процессов в стационарном в широком смысле. Это огромное множество. И как бы применяя модель Арма к нашему процессу, мы просто говорим, что он, что это какой-то стационарный в широком смысле процесс. Просто любой. Что означает, что модель плохая. Она никак не ограничивает априорную информацию. Она не дает достаточно небольшого класса, в котором наш процесс лежит. То есть, она нам о процессе не говорит ничего. Поэтому, конечно, никаких эффективных оценок в такой модели мы получить не сможем. Ну и... Ну и когда исследователи столкнулись с такой ситуацией, то стало ясно, что надо искать какие-то новые модели. Ну, конечно, основанные на классических процессах автоэгрессии, но какие-то вот новые. Какая-то должна была быть новая идея, позволяющая вот этот класс все-таки сузить. сделать его меньше, чем... меньше, чем... во множестве всех стационарных в широком смысле процессов. Ну и после... через некоторое количество лет была предложена модель, была предложена модель, которая собственно и легла в основу современной теории прогнозирования доходности ценных бумаг. Это так называемая модель ARCH. И вот наш следующий раздел будет процессы... процессы класса ARCH от P. Откуда берется название? AR — это авторегрессия. Авторегрессионный. То есть у нас все-таки авторегрессия мы отойти не хотим. А вот CH — это conditional эфетероскадастика. То есть условная неоднородность. Условная неоднородность. Процесс авторегрессии с условной неоднородностью. То есть это те процессы авторегрессии, у которых они являются стационарными процессами. В этом смысле они однородные. То есть у них постоянная дисперсия. Но условная дисперсия не является постоянной. И она ведет себя по авторегрессионному закону. То есть авторегрессия самого равнения авторегрессии пишется не для самого процесса, а для его условной дисперсии. при этом мы покажем, что при определенных условиях сам процесс будет стационарный, его дисперсия будет постоянно. А вот условная дисперсия будет подчиняться уравнению авторегрессии. Вот такие процессы. определения. Процесс. Значит, пусть у нас Xt это случайная последовательность, то есть процесс действительного времени такая, что матожидание Xt равно 0, а дисперсия Xt чем-то ограничена. Ограничена сверху какой-то константы. Т произвольное значение, либо натуральное число, либо целое, если у нас уходит время минус, бесконечность. говорят, что Xt принадлежит к классу Arch от P, где P это натуральное число, если существуют такие коэффициенты, альфа 0 и так далее, альфа 1 и так далее, альфа P это вещественные коэффициенты и альфа P не равно 0. Такие, что такие, что условные матожидания Xt при условии сигма-алгу и прожденной процессом X до момента времени t-1 отключительно равно 0, а условная дисперсия, условные матожидания квадрата, которая будет условной дисперсией ввиду того, что условное матожидание равно 0, Xt квадрат при условии сигма-алгу и прожденной процессом Xt до момента времени t-1 равняется альфа 0 плюс сумма по i от единицы до p альфа уравнение типа уравнения авторегрессии применяется в условной дисперсии условное матожидание квадрата оно линейно зависит от квадратов в предыдущий момент времени где fx ну fx ну fx любое s есть какой-то параметр s это сигма-алгебра прожденная xs xs минус 1 x вот такое такое определение такое определение которое оказалось очень правильным и плодотворным и сейчас именно оно лежит в основе ну и его обобщение о которых мы тоже поговорим лежат в основе современной теории прогнозирования финансовой тематики обобщений этих много они самые разные вот эти уравнения можно писать по-разному не обязательно их писать так можно их там писать очень по-разному но общая идея всегда одинаковая во всех современных моделях что условная дисперсия или какое-то условное мотождение какой-то функции от x является вот такой авторегрессионной функцией от того что уже известно к моменту времени т-1 т-1 давайте давайте примеры посмотрим пример значит и кстати как эту модель ARCH можно применять ее же можно применять не только к самому процессу но и к белому шуму скажем взять ARCH и в качестве белого шума взять не процесс там в широком смысле что слишком широко не процесс в узком смысле что для нас не подходит а какой-то вот процесс типа ARCH основанный на процессе на белом шуме в узком смысле то есть белый шум в узком смысле нам не подходит как основа для процессов ARMA но мы возьмем и построим на основе белого шума в узком смысле и даже гауссовского белого шума процесс типа ARCH возьмем этот процесс в качестве белого шума это уже не будет белый шум в узком смысле но это и не будет и непроизвольный белый шум в широком смысле это будет нечто среднее между ними. Это более узкий класс процессов, причем, что хорошо, что класс будет построен на основе гауссовского белого шума, с которым мы очень хорошо умеем работать. Возьмем его в качестве белого шума, этот процесс, подставим в модель ARMA и получим некую модель авторегрессии с неким таким промежуточным белым шумом, и на его основе смоделируем процесс доходности. И в итоге, в итоге оказывается, что этот процесс, являясь нелинейным, потому что мы не использовали напрямую белый шум в смысле, мы его использовали только для того, чтобы построить некий новый белый шум через модель ARCH. Вот, и получаемая модель уже будет подходить для процессов доходности, что было показано многократными исследованиями. Ну, вот такой пример. Такой пример. рассмотрим белый шум в широком смысле Эпсилон Т. Такой, что Первое. Вот ожидание Эпсилон Т при условии f Эпсилон Т минус 1 равно нулю, то есть Эпсилон Т это маркеринговая разность. И второе. Эпсилон Т в квадрате это процесс типа авторегрессии, порядка p, то есть Эпсилон Т в квадрате равно альфа ноль плюс сумма по и от единицы до p альфа и т. Ну, как бы я вообще здесь приблизительно, вот этого альфа ноль нет в авторегрессии, а здесь оно есть. Альфа и т, Эпсилон Т минус и Т в квадрате плюс УТ. где УТ это белый шум в узком смысле белый шум в узком смысле и это обновляющий процесс, то есть УТ не зависит от сигма алгебры, прожденной процессом Эпсилон до момента времени Т минус 1. То есть берем белый шум в узком смысле обновляющий, не зависящий от прошлого нашего процесса и на основе этого белого шума в узком смысле пишем уравнение типа авторегрессии для нового белого шума который уже будет белого шума в широком смысле а этот белый шум в широком смысле уже будем использовать для того, чтобы подставлять модель ARMA, скажем получим такую модель вот значит что тогда у нас получится тогда от ожидания Эпсилон Т в квадрате при условии F Эпсилон Т минус 1 будет равняться альфа 0 плюс сумма по И от единицы до П альфа ИТ Эпсилон Т минус ИТ в квадрате поскольку от ожидания Эпсилон Т минус ИТ в квадрате при условии F Эпсилон Т минус 1 равно самому Эпсилон Т минус ИТ в квадрате поскольку это Эпсилл минус ИТ в квадрате, Т минус ИТ, само Эпсилл Т минус ИТ, оно измеримо относительно нашей сигмалки. Ну и, соответственно, квадрат его измерим. Вот, а мат ожидания УТ при условии Ф, Эпсилл Т минус 1, равно нулю. Так как у нас УТ по условию независим от Ф, Эпсилл Т минус 1. Поэтому условная мат ожидания равна безусловному, а УТ это белый шум, поэтому 0. Таким образом, вот этот наш процесс Эпсилл Т принадлежит к классу Арч от П. Вот, еще один пример давайте рассмотрим. Еще один пример, пример 2. Пусть у нас ИКСТ, ИКСТ случайный процесс, такой, что мат ожидания ИКСТ равную мю, это некая константа, А ИКСТ минус мю, центрированный процесс, является произведением ВТ на УТ, где УТ белый шум в узком смысле, Независящий от прошлого, Независящий от значений процесса ИКСТ до момента времени Т минус 1 включительно, А ВТ измерим относительно Ф, ИКСТ минус 1 и ВТ измерим, значит он выражается через значения процесса ИКСТ, в момента времени Т минус 1 включительно, и выражается по следующей формуле, Альфа 0 плюс сумма по И от единицы до П, Альфа ИТ на ИКСТ минус ИТ минус мю в квадрате, и вся эта сумма в степени 1 вторая. Вот по такой формуле. Вот тогда, что мы можем сказать про такой процесс? Имеем первое. Мат ожидания от ИКСТ минус мю при условии Ф, ИКСТ минус 1 равняется Мат ожидания от ВТ УТ при условии Ф, ИКСТ минус 1 равняется ВТ измерим, поэтому выносится как константа, ну, то есть как измеримая, случайная величина относительно нашей сигмала ЛГБП, это ВТ на мат ожидания УТ при условии Ф, ИКСТ минус 1. Вот это вот, УТ независим, поэтому это ВТ на мат ожидания УТ это 0, потому что мат ожидания УТ равно 0. Ну, ВТ измерим, а УТ независим. Измерим и выносится, мат ожидания независимы, и случайные величины равно ее к безусловному мат ожиданию. Это 0. Ну, а для квадрата условное мат ожидания ХТ минус мю в квадрате при условии ФХТ минус 1 равняется условному мат ожиданию ВТ в квадрате на УТ в квадрате при условии ФХТ минус 1. Опять-таки, у нас ВТ измерим, мы, соответственно, и квадрат измерим, выносится ВТ в квадрате на условное мат ожидания УТ в квадрате плюс условие ФХТ минус 1. УТ не зависит от сигма алгебры, соответственно, и УТ в квадрате не зависит, поэтому это равно ВТ в квадрате на безусловное мат ожидание УТ в квадрате. Безусловное мат ожидание в квадрате равно единице, это белый шум. Равно ВТ в квадрате. Вот. Таким образом, у нас процесс. Следовательно, если у нас процесс ИТ, это центрированный процесс ИКСТ, то мат ожидания ИТ при условии Ф ИТ минус 1 равно 0. сигмал Г, опрошенный этими процессами ИКСТ, ИКСТ совпадает, они на константу отличаются. А мат ожидания ИТ в квадрате при условии Ф ИТ минус 1 это ВТ в квадрате, то есть это альфа 0 плюс сумма по И от единицы до бесконечности альфа ИТ ИКСТ минус ИТ в квадрате. Вот. И следовательно, следовательно, ИКСТ принадлежит классу Арч от П. Так, ну, сегодня на этом мы закончим. И в следующий раз я приведу другие примеры процессов Арч. Некоторые свойства этих процессов мы с вами изучим. Ну, а затем перейдем к обобщениям этих процессов. И посмотрим на их свойства, сравним эти свойства с свойствами процессов доходности и убедимся, что действительно свойства процессов доходности хорошо моделируются вот такими моделями. Все. На сегодня. Продолжение следует...